Всем привет, ребятки, на моей маленькой разводни. Всем по-приветику, хорошего дня и приятного настроения. Итак, сегодня будем мы с вами разводить вот эту вот рыбку. Вот этих вот ребят, которые называются макроподы. Скорее всего, вы уже поняли по названию видео. И так, забыл я, конечно, купить системы. И работа приостановлена. Но пустуют нерестовички и, пожалуй, мы с вами разведем макроподилков. Так как они уже заканчиваются и надо что-то продавать. А растут они долго-долго. Вот эти вот ребятки. Сейчас выберу две парочки, так как у меня есть три нерестовичка. Одну пару я, получается, отсажу на нерест, которая привела вот этих всех ребят. Посмотрим, они закистованы или нет. Что с икрой будет. Они долгое-долгое время не нерестились, так как не отсаживал. И вот смотрите, какая вот самочка. Толстая, хорошая, готовая к работе. И самцы здесь тоже доминирующие. Такие совсем-совсем хорошенькие. Но посмотрим. Сейчас это все оборудуем. Поставим. Один надо еще почистить, продезинфицировать. И уже тогда посмотрим, когда будем отлавливать. Нерестить мы будем их вот здесь. И увидим, как это все произойдет. Первые пошли. Вот от этих вот ребят. Получается все мои макроподы. Сколько раз они нерестились. Сколько много уже рыбки продано. И получается вот такие вот красавчики. Но они долго-долго не нерестились. И посмотрим, будет какая-то икринка или нет. Ну вот. Набросал я пистии наверх. Сейчас установим обогреватель. И какое-то укрытие получается для самочки. А то в период нереста он ее может избить. Как все лабиринтовые. Но они что-то вот любуются. И вместе держатся. Даже хотел заснять, но что-то не получилось. Не успел. Вот. Сейчас это все оборудуем. Покажу, конечно же. И еще, ребят. Вот у меня вот здесь. Вот эти парни. Настроили снова пены. Но получается, чтобы эта пена была, надо свет не выключать. Вот смотрите, какая она вверху, эта шапка. Огромная. И вон там вдали тоже еще второй самец устроился. И я даже видел сегодня, как подплыла одна самочка. Он с ней кружил, кружил. А вторая хитрая подплыла и вместо другую, эту первую оттолкнула и себе с ним кружила. Они вот поленькие все самочки. Хорошенькие, красивенькие. Яй-яй, фокус. Что-то даже друг друга бьют по чуток. Но, скорее всего, что с этого нереста не будет ничего. Но посмотрим. Вот видите? Вот, прям на глазах. Ха-ха, получилось заснять. Смотрите, какие красивые кадры. Сейчас мы попробуем приблизить. Ай, ничего не получилось. Или я спугнул. Или они так просто еще. Заигрывают. Но посмотрим. Ялиусы надо. Так как у меня остались только производители. Больше ничего нет. Ну и вот. Производители на месте. Уже вот я им даже поднабавил водицы. Но здесь многовато. Вот. Примерно надо сантиметром. Десять. Им хватает с головой. Но я уже что-то поднабрал побольше. Ну и так. Вот эта парочка. Эта парочка старенькая. Посмотрим, что она даст или нет. Вот. Какое-то такое укрытие. Но лишь бы самка во время нереста спасалась. Там даже нечего в принципе и поставить. Вот. Здесь еще одна парочка. Это получается доминирующие. Доминирующие в аквариуме. Самый большой самец такой. И самая окрашенная самочка. Получается и самка и самец. Самые такие доминантные. В своем стаде. Так сказать. Но вот от них это будет самое хорошее потомство. Я так думаю. Дальше. Получается. Вот еще одна парочка. Вон там. Вдали. Что-то себе трется. Ну и вот такие вот три парочки на сегодня. Думаю будет достаточно. Посмотрим, как они завтра отнерестятся. По воде. Вода 50% получается с аквариума. 50% свежая отстоянная. По парам. Самочка, самец. Различия. Ну. У них различия в основном по длине плавников. И по пузиков. Самочка толще. Намного, намного толще. Вот эта пытается куда-то убежать. Но никуда и не скрыться. И будем ждать завтра нереста. Посмотрим, или самцы пены настроят. Или нет. Но должны. В принципе. И сегодня еще хотел отнерестить коридоросов. Но. Получается. Нету места нигде. Ну и вот. С нерестом и все. Будем ждать. Когда отнерестятся. Скорее всего. Думаю завтра. Но. Работку продолжаем. На разводинке. Так как. Рыбку я уже покормил. И надо сейчас чуток подмен сделать. А то что-то водица мутнеет и мутнеет. Вот у этих надо будет убрать. Я им уже таблеточку забросил. Но. Вчера. Еще рановато чуток. Еще есть у них. Получается. Этот. Как его. Желточный мешочек. У них еще есть. И я рано таблетку забросил. И вода испортилась. Также надо подменки сделать. Вот здесь. У этих ребят. Они уже такие крупненькие. Сантиметр. Даже некоторые есть по полтора. Тоже видите. Вода мутная. Надо это все. Подменить. И также каждодневные подменки. Вот у этих ребят. А то уже и мусор скопилось. Они поедают таблеточки. Вот эти анциструсы поедают таблетки на ура. А эти едят все. Жемчужные гурамки. И еще ребят. Хотел показать. До чего приводит. Неподмененная вода. Сейчас я вот подменю. Вот в этом аквариуме. Там где Данюшка плавает. Она далеко. До нее достать трудно. Я как по мере ТДС. Так и в шоке. Я сам. Как здесь эта рыбка живет. Но я смотрю. Питается. Плавает. Все хорошо. Смотрите. ППМ 625. Стендарт у меня примерно где-то 200. И вот этот второй показатель. 1200. И рыба жива. Сейчас я сюда и подменю водицу. Я в принципе ради эксперимента я это все делал. Но как-то оно получилось само. Жалко рыбку надо подменить. И сегодня я наблюдал вот такую вот картину. Пришел я с работы. И смотрю. Вот плавает самочка. Вот видите. Как эти получается. Малечки возле самца крутятся. И наблюдаю я такую вот картинку. Подплыла самка. И поедает малек. Смотрю. Она. Ну поедает его. Я думал все. Хана. Но. Она подплывает вверх. И выпускает его изо рта. И получается она поплыла 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 наверх. Вот сюда вот. И так пух и выплюнуло их. Вот это. Интересная картинка. Хотел бы заснять конечно. Но. Думаю что не получится. И ребят. Еще хотел показать. Разницу в стекле. Вот смотрите. Здесь. Пару штучек ампуляшек. Стекло чистейшее. Никаких обрастаний почти. Есть чуть-чуть. Но. Просто мало ампулярий. Здесь. Анцитрусы. Но. Обрастаний на стеклах. Миллион. То есть. Очень много. И. Сейчас. Сейчас. Хочу сюда подзабросить пару ампуляшек. Вот так. Подливаю я им водицу. Вот так вот подменю. Баклажки. И. Капельками. По чуть-чуть. Слил. Убрал все ненужное. И. Капельками подвесил. И пускай себе набирается. Так же сливаю 5 литров. И 5 литров. Баклажки. И пускай себе. Работают. И. Вот. Ребят. Чуток я увлекся. Уже. Пол первого ночи. Получается. Подменил всю водицу. Которая у меня была подменная стояла. Завтра. Получается. Надо мыть все утки. Так сказать. Люблю. Очень-очень люблю. Чистоту. Моих аквариумов. Получается. Чё. Вот этих ребят спасал. И сейчас мы вместе с вами посмотрим, какой PPM и этот второй показатель в этом болоте. Вот взял теста. Получается. Включаем. Был 1200. Получается. Этот второй показатель был 1200. По-моему. Если я ошибаюсь. И вот он упал на 1000. Еще завтра подменим чуток. Чтобы резких перепадов не было. PPM 522. Тоже упал, по-моему, чутка. Так. Вырубаем. И еще ради интереса надо померять PH. Какой здесь. Вот. Получается. 7,2. 7,4. Ну, примерно 7,2. 7,3. Чё-то такое. Но. Будем мы их спасать. Это результат. Не подмен воды. Три недели. Но Малек живой. И я его постоянно кормлю. Но, правда, кормлю только живой Артемией. И, ребята, завтра будем ждать нереста от макроподов. Они, я думаю, нас порадуют. Если не порадуют, так уж и быть. Но, что-то будем с этим творить. Так как. Очень хорошее занятие. Заниматься рыбкой. И еще, ребят, оставлю я вот третьим ребяткам сейчас свет. Так как, получается, без света на завтрашнее утро уже этой пены всей не будет для овесов. И сейчас я это все поправлю. Рыбка покормила. Надо ложиться спать. На этой ноте, ребята, я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня. Приятного настроения. Удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok